Стамбульское солнце, оно ведь жизненно необходимо туристу. Оливочки, колбаска, сыр, здесь мед. Прям такую морду скорчит, что как будто он вообще на последней стадии измождения. Тут рынок, какая-то бечевка, канаты, веревочки продаются. Ребята, это случилось, Света покупает ковер. То есть там тепло, все, нет никакого ветра и шикарный вид на Стамбул. Друзья, всем привет! Вы на канале Три Билета. И мы находимся сейчас в Стамбуле. Напоминаю, что прилетели мы сюда на пять дней. Сегодня день второй. Мы остановились в апартаментах Султан Ахмед, район Фатих. Ну, в общем-то, сейчас девчонки приводят себя в порядок. И мы пойдем гулять, пойдем в сторону Сулейманиэ. Там попытаемся найти смотровую площадку, на которой девушек фотографируют в одеяниях времен Султана Сулеймана. Султана хочет фотосессию. Ну что ж, хочет, значит, устроим. Так, ребята, напоминаю в очередной раз. Если вы решили куда-то поехать в путешествие, обратите внимание, под этим роликом в описании есть промокоды для Травелаты, которые дадут вам скидку от канала Три Билета. Мелоча приятно, можно тысячу сэкономить. Так что, пожалуйста, промокоды внизу. У нас вот такой пентхаус на пятом этаже. Здесь небольшая комнатка, собственно, где мы спим. А это вот такой огромный балкон, огромная веранда. Но тут все какое-то грязненькое. Да и на улице, извините, не месяц май. Сегодня здесь оставлял пакет с молочными продуктами, потому что холодильник нифига не работает. Думали, чайки унесут или нет. Потому что здесь чайок очень много. Нет, не унесли, зато, блин, нагадили нам тут, принесли какой-то мусор. В общем, этого не было вчера. Так, на улице, судя по ощущениям, градусов, наверное, 6. Это мраморное море. Пожалуйста, никуда не делось. Все на месте. Черепичные крыши, старые дома. Стамбул все тот же, красавчик. Ну все, девочки готовы. Привет, привет. Доброе утро. Юнайдин. Смотрите, какая у нас Светлана сегодня сногсшибательная. Подготовилась к фотосессии. Алиска, ты тоже великолепнейшая. В общем, солнце шпарит. Гораздо лучше, чем вчера. Вчера что было? Тучи, небо крыли мглою, вихри снежные крутя. А сегодня прямо яркое солнце. Мы даже черные очки с собой взяли. Светлана тоже, говорит, попозже наденет. Нам сейчас нужно идти к мечети Сулейманье. Именно там находится смотровая площадка Тах Истамбул, где на крыше дома фотографируют девушек в красивых одеждах. Мап СМИ построил маршрут, но почему-то не прямиком, а вот опять по маршруту трамвая Т1 через Эминьоню и потом туда вот налево к мечети. Ну, Мап СМИ виднее, потому что в прошлый раз мы тоже тут ходили. Каким-то образом пытались сократить путь, но там заборы, заборы, какие-то дома. Так что ладно, пойдем, как нас ведет Мап СМИ. Стамбульское солнце, оно ведь жизненно необходимо туристу, потому что если солнца нет, то и фотографии получаются так себе, какие-то серенькие. А сейчас все будет красиво освещено, и фотки будут просто огонь. Еще нам нужно будет найти какую-нибудь столовку, типа Лаканта, знаете, такие есть тут симпатичные столовые, кафешки, где все очень красиво, очень стильно. Вкусно и красиво, при этом недорого, самое главное. А то здесь, в Султанахмете, цены, конечно, довольно высокие. Например, тут стакан гранатового сока свежевыжатого стоит 40 лир. Ну, что-то дороговато, ребята. Свет, как тебе сегодняшний денек? Отличный денек. Я проснулась, вижу солнце светит. Сейчас даже очки одела. Солнце прям пригревает, тепло, хорошо, супер, отлично. Прекрасный февраль. Ну и какая Турция без этих добродушных здоровяков? Привет, друг. Как в Стамбуле дела? Докладывай. Пока в России некоторые люди терпеть не могут бродячих собак, вот Турция доказывает, что стерилизованные, привитые собачки, накормленные вот с чипами, да, они не агрессивны и не опасны. Иначе они бы не жили в Султанахмете, в самом туристическом месте. Они никого не обижают, никого не тратят. Ну здоровый, конечно, а. Вот у него здесь пимпочка, номер 13-040. Вот так. И вот относительно Стамбул-карт. В прошлый раз, когда мы приезжали, каждый турист обязан был иметь свою персональную, к которой привязывался Хэс-код. Что-то мы сейчас подумали, об этом не кричат на каждом углу, об этом нигде не пишут. Может быть, это правило отменили? Ладно, чуть попозже попробуем положить деньги на карточку и пройти по одной, куда-нибудь на трамвай или, может быть, на паром. Обо всем расскажем. Так, ну все, покидаем мы площадь Султанахмед через вот такую палаточку. Здесь, кстати, в этот раз досмотр не такой тщательный. В прошлые разы тут прям стояли металлоискатели, через рамочки проходишь, осматривали все сумки. А вот, а сейчас просто проходишь тебя, на тебя полицейские смотрят. Как тебе говорили, сумку. Сумку, да. Оценивающие смотрят на тебя, и все, ты покидаешь площадь Султанахмед. Трамваи здесь ходят довольно часто, но туристы умудряются успеть устроить небольшую фотосессию, пока трамвайчиков нету. А что, улица такая прикольная. Уходит вниз. Перспективка неплохая. Хорошие фотографии, наверное, получаются. Сейчас мы Светлану тоже здесь, наверное, зафотографируем. Обещайте, что это не будет. Алиса, ты постой, пожалуйста, вот здесь. Никуда не ходи. Ладно? Обещайте, что это будет безопасно. Это будет безопасно. Все, мы не выдержали. Нужно срочно позавтракать, потому что время уже доходит 11 часов. И мы присели вот здесь, прямо у трамвайных путей. Вот парк Гюльхане. Через него мы потом пройдем к Босфору. А сейчас перекусим, позавтракаем. Омлетик какой-нибудь, кофеек и так далее. Ну что, девочки, пока пошли мыть руки. Давайте посмотрим меню, что предлагают. Турецкий завтрак на две персоны. Почти 160 лир. Сосиски 39 лир. С картошечкой. Мед. Тарелочка меда 29 лир. Минимен 36. Омлет сырный 29. Ле Сафран. Кстати, вот совпадение. У нас апартаменты называются Сафран. А это Ле Сафран тоже типа небольшой сети гостиницы. У Алиска прибежала. Тут, говорит, две штуки, говорит, Сафранов на Султана Ахмете. Так, ну и кофейная карта. Эспрессо 18 лир. Что тут? Капучино 25. Американо 18. Что, Алиса, все, помыли ручки? Сейчас все будем заказывать. Светлана делает для Инстаграма красивые снимки. Кстати, подписывайтесь на ее Инстаграм. Там, во-первых, все появляется гораздо раньше, чем на Ютьюбе. Ну и, во-вторых, просто красивые фотографии умеет. Этого у нее не отнять. Так, друзья мои, вот принесли кохвалты. Это омлетик для Алисы. Алиска, ты не лопнешь? Трамваи ходят каждые 30 секунд. И такой скрип очень громкий. Тут, видимо, ремонтируют рельсы. И из-за этого скрипит, я так думаю. Нюрод, а? А? Да, да, да. Меняют рельсы, но пока вот такой скрип. Так, ну что, давайте, ребят, посмотрим. Закохвалты. Оливочки, колбаска, сыр. Здесь мед. Еще сыр. Это масло. А, масло. Извините. Вот это сыр. Так, огурцы, помидорчики. И огурчики. У тебя вот, Алиса, свои. И мои. Да. Лепешечки. Варенье. Клубничное. Это тахин пекмес. Вот сыр. Это сырок, видимо, козьи какой-то. Ну и сигаробюре, я думаю, с картошечкой. Спасибо большое. Спасибо. А вот наглая рыжая морда пришла и съела всю колбасу нашу. И еще хочет. Не наелся, что ли, друг? Куда на стол лезет? Все, хватит. Больше ничего не дадим. Позавтракали. И, ребята, ух уж эти коты-попрошайки, скажу я вам. Они просто настоящие актеры. Актеры от бога. Прям такую морду скорчит, что как будто он вообще на последней стадии измождения. Что он не ел уже месяц, наверное. Глазками такой. Тут волей-неволей, хочешь не хочешь, а угостишь его чем-нибудь. Как всегда, половину нашего завтрака коты съели. Да. Сначала один пришел, рыжий. Потом другой. Такой уже посерьезней. Он у него стал отбирать еду. В общем, позавтракали мы, получается, пятером. Вот мы пришли в парк. Птичка перелистывается. В парк Гюльхане. Обратите внимание, какая тут инсталляция прикольная. Книга. И как бы фонтанчиком она как будто перелистывает страницы. Вода. Здорово придумали. А чей это парк? Это топ копы, да, у нас получается. Копы находятся вот здесь, вот за забором. А здесь, получается, по этому парку когда-то ходила Хюрем Султан. Махиды Брак. Еще кто? Валидей. Валидей. Султан Суэман. Вихримах. Ибрагим Паша. В общем, все ваши друзья здесь ходили, да? Журавли. Не знаю, камера, конечно, это не дотянется. Вот три журавля. Вон четвертый еще над ними кружит. Гнезда себе тут свили. В парке Гюльхане. Вот еще один подлетает. Вот журавлики. А здесь, кстати, вот большинство газонов огородили вот такими сетками. Видимо, посадили, может быть, уже тюльпаны или какие-то другие цветы, чтобы туристы не вытоптали и закрыли все сеточкой. А здесь вот, смотрите, гигантское дерево, оно буквально усыпано гнездами журавлинами. Или это аисты? Или журавли? Может быть, это аисты? Аисты. Аисты, да, да. А вот как будто елка украшена новогодними игрушками. Также здесь, только вместо игрушек, гнезда аистов. А что это висит? Кругленькие какие-то. Какие-то плоды висят кругленькие, как сережки. Да, и правда, это тюльпанчики высажены, огорожены сеточкой. Парк Гюльхане, как и другие парки Стамбула, готовятся к фестивалю тюльпанов, который будет в апреле, да, Свет? Когда проводят фестиваль тюльпанов? А, вообще, каждый год по-разному. В прошлом году был, как раз, в мой день рождения, 29 марта было открытие. Ага, в общем, март-апрель. Все, вышли мы из парка Гюльхане. Конечно же, без тюльпанов он не так красив. И перед нами открывается пролив Босфор, который красив всегда, при любых обстоятельствах. Сейчас перейдем дорогу и в сторону пристани имени Ню пройдем, и там уже потом к мечети Сулейманье будем искать смотровую площадку. Ну, здесь вот такая небольшая площадочка, смотровая, не смотровая, не знаю. Как на ладони открывается весь Стамбул, вот его получается. Европейская часть, вот через Босфор. Азиатская часть на все это дело взирает горделиво Ататюрк. Над ним реет гигантский турецкий флаг. Ну, а вот и сам представитель этих пернатых, главный герой. А, и стиль журавль. Вот, блин, мы те еще орнитологи. Какой грациозный. Вышагивает. Класс. И тут куча людей его снимают. Вот вопрос большой. Это аист или журавль? Ну, это кто-то точно маленький. Это птенчик. Смотри, у него какие еще перышки. Это малый еще. Итак, ребята, спецоперация. Давайте попробуем подойти поближе. Познакомимся с этой птичкой. Сейчас встретили русскоговорящую пару. Парень с девушкой. Я спрашиваю, говорю, как вы думаете, это журавль или аист? Парень говорит такой, по-моему, это цапля. В общем, тут, похоже, слет российских орнитологов происходит. В общем, друзья, не смогли мы здесь пройти по этой набережной, потому что здесь все перекрывает дальнейший проход-забор. Вот куда дальше пойти, чтобы срезать. Непонятно. Здесь вот какая-то парковка. Там закрытая территория. Там автоматчики стоят. И всякие плакаты устрашающие. Мол, на квадрокоптеры нельзя использовать на этой территории. Там потом какой-то солдат с ружьем нарисован. Типа не заходить. Давайте попробуем вот здесь. Вот машина, видимо, с той стороны заезжает. Может быть, есть проход какой-то. Нам нужно на Эминюню попасть. В общем, ход конем у нас не получился. Возвращаемся обратно. Здесь не пройти. Здесь какая-то гигантская стоянка для автомобилей. И прохода к воде нет. И все-таки хорошо, когда солнышко вышло. Сегодня так тепло. По сравнению со вчерашним днем. Прям даже припекает так, что жарковато становится. Единственное, что если сильный ветер, то кончики ушей так подмерзают. А так, в целом, вполне себе очень приятно гулять по Стамбулу. По-моему, друзья, вот откуда-то отсюда отправляются паромы в Бурсу. Вот дальше Эминюню, а вот здесь пристань для как раз-таки Бурсы. Утверждать не берусь, но, возможно, мы это проверим в один из последующих дней. Не знаю, куда соберемся. или на Принцево острова, или в Бурсу. Еще так и не решили. Да, я был прав. Вот, обратите внимание, касса, и написано в Бурсу билеты продаются. Так, интересно, сколько стоит? 39 лир, наверное, да? Бурса, Истанбул. Да, 39 лир с человека. Мироба. Так, ребята, вот мы обнаружили тут свободные автоматы для пополнения Истамбул-карт. Обычно очереди стоят, поэтому мы решили воспользоваться моментом и положить на одну карту там сколько-нибудь лир. И затаскивается. Куда-то, никуда она. О, съела. 22,50 у нас там уже находится. Ну, еще пятачок. Закрепим, так сказать, успех. Зачем, папка? Ну, как зачем? Сейчас цены подросли. Цены подросли. Сейчас уже за 3,5 лиры никуда не уедет. Все, 27 у нас 50 там. Достаточно, наверное. Все, ребята, пополнили. Сейчас у нас на одной из Истамбул-карт наших лежит 27 лир, 50 куруш. Надеюсь, что нам хватит этого, чтобы куда-нибудь туда-сюда сгонять. Так, красный сигнал светофора. Могут задавить опасность. Людей здесь очень много всегда. Разных. Опасность превыше всего. Черненьких, беленьких, желтеньких. С разным разрезом глаз. Очень много людей. А сейчас, дамы и господа, куда-то мы занырнем в темный переулок. Тут рынок. Какая-то бечевка, канаты. Веревочки продаются. Интересно. Так, здесь сыр. Оливочки. 58 лир. Ну, а игрушки какие-то непонятные. Вон, сухофрукты. Пожалуйста. Финики сушеные. Все сушеное. Что душе угодно. Здесь типа тоже что-то засушили. Эти перцы, что ли. И сладости. Рахат лукум. Все для сладкоежек. Просто рай настоящий. Смотрите, какой сыр. Гигантские куски. Кошар. 67 лир. Карс, яски 73. Греба. Не, не хочу. Спасибо. Не настроился я еще на какаречь. Может быть, в другой раз. Так, грецкий орех. 55 лир. Фундук. 48. Тут чаи всякие наборчики. Кстати, надо будет потом посмотреть, взять порошковый чай, который какой-нибудь гранатовый или что, горлышко продирает. Прям взять граммов 200. Дома полакомиться. Так, Света заметила сумки. 50 лир. 40 лир. 45. Они как этот мешок, который... Из мешковины как будто сделаны, да. Но почему как будто, наверняка так и есть. 40 лир. С кошками, с женщинами в шляпах, с глазами турецкими, с подсолнухами. Алиса, ты бы стала ходить с такой сумкой? Почему? Я бы с теми маленькими. С маленькими? С третьей, с овощами еще. С овощами, да. Морковка, редисочка, свекла. Мироба? Да, да. Вот, посмотрите, какие кошелечки красивые. Алиса, тебе нравится вот такая расцветочка? Или вот такая вот темненькая? А здесь вот, что здесь? Большие сумки. На плачке, на подушку, да. Такие мне не нравятся. Вот такие очень даже. Да. Это для подушки, да? Ага. На подушнике по 40 лир нынче. Сумки типа как из ковра 45 лир. А, здесь вот, смотри. И тут ковры разные. Света хочет какой-нибудь ковер все-таки привезти в Россию. Но не может определиться пока ни с размером, ни с расцветкой. Нет, почему я могу определиться? Мне нужно что-то среднее. По размеру? Да. Очень большой не может. Вот это большой, да? А, ну это как все ковровые, это как дорожка узкая. А широкая, а вот там широкая, нет? Квадрат. А, вот здесь, здесь. Да, вот так. Тут, тут квадрат. А, вот здесь. О, смотри. А, вот за прайс. На кодор? На кодор. Понимаю. Сколько? А, ну это вот сто. Сто лир. Ага. Вот туз. Ну что, возьмем какой-нибудь? Ну давай возьмем. Какой? Сто? Потому что я знаю, Света, рано или поздно это произойдет. Давай это произойдет сейчас. Это. В ручной кладе, надеюсь, увезем. Так, вот Светлана выбрала коврик. Сейчас нам его упакуют, стоит сто лир. С красавчиком. Он займет немного места. Ататюркам. Денежка. Ну да, ну, ручную кладь берет. Ну это же из Турции, это из Стамбула, вы что? Это же просто. Это ужасно. Чок гузель. Чок гузель. Спасибо. Тысяча кюри дарим. Ура! А что, друзья мои, очень это все тут похоже на рынок для местных. Так, какие-то и прайсы в кафешечках невысокие. Какие-то продают веревки, корзинки. В общем, то, что может пригодиться именно в быту. Какая-то сантехника, вон, кран. Кран. Нет, спасибо большое. Так, вот мы видим этот сок. Сок. Алиска хотела сок. Так, маленький стаканчик 15 лир. Большой стаканчик 20 гранат. Ну, по нынешним меркам нормальная цена. Сейчас Алиске возьмем апельсиновый сок. Где он тут? По чем? Портакал. Портакал не кодар. Портакал джюс. Детен 10 лир. Ван, бир, бир. Ики, ики. Чтобы в печь засовывать какие-нибудь булочки, пидешечки. Пожалуйста, я не знаю, вряд ли. Нам бы, наверное, это пригодилось. Так что здесь для местных все. Это кальяны. Здесь какие-то для экибаны красивые веточки. Как назвать? Колосья. Здесь тоже продают коврики. Корзиночки плетеные. Шапаги, пожалуйста. Для того, чтобы на рыбалку. А, тут все вообще для рыбаков. Удочки-спиннинги. Так, 3 метра. 225, 350, 250 турецких лир. Пожалуйста. Спиннинги. На любой цвет, на любой вкус, на любой размер. Здесь же дождевики висят. Рай, наверное, для рыбака. Особенно турецкого. Закупился здесь. Метров сто прошел. И можно уже удить рыбу. А тут Светланка заметила кухонную утварь. Вот любит она всякие. Вот эти под старину, да? Я хочу себе стаканчик для Айрана. По чем они тут? Ну, здесь они какие-то дорогие. 100 лир. Их можно найти дешевле. Вот чайники, пожалуйста. 300 лир, 500 лир. Очень красивые. Чок-Гузель. Вот и попроще. По 250, 270. Сковородочки. Ну, в общем, такой хозяйственный магазинчик. Все, мы уже увидели краешек мечети Сулейманье. А мы туда пойдем? Вот начался подъем в горочку. Мапсми показывает, что до нашей смотровой площадки осталось метров 200. То есть почти пришли. Здесь запарковаться, конечно, очень сложно. Там специальные паркмены, он разруливает ситуацию. Каждый метр свободный, занят машинами. Всегда умиляют вот эти вот надписи на русском языке. В розницу ест. И оптом, оптом пьет. Про кого речь непонятно. Фух. Тяжеловато подниматься, ребята. Так, это какой-то музей. Исторический. Фух. Еще наверх нам нужно. Мотоциклисты гоняют, как обычно. Так и норовят сбить. Да, ребята, блин. Капец. Фух. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Иди куда-то сюда, по-моему. И направо. Света, а я помню это место. Ты здесь вот покупала. Какие-то украшения. А, да, направо. Да, вот направо. Там разные магнитики и все такое прочее. Спасибо, спасибо. Так, где-то здесь. Еще, по-моему, направо нужно завернуть. А пахнет здесь, ребятушки, такой стариной. Стариной. Спасибо, друг. Спасибо, Аркадаш. Спасибо. Так. Тыщикюр. Где-то здесь, слева, должно быть это заведение. Все, ребята, мы пришли. Пожалуйста. Тахт, Истамбул. Нам сюда. Нужно зайти в этот подъезд. И там уже будем спрашивать. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Как нам пройти? До конца верхней этажа. Ага, до конца верхней этажа. Спасибо. Спасибо. Мы пришли, Алиска, в кафешку, где фотографируют сверху. Там такая площадочка, мусор. Площадка, где мама нас переоденется в красивый наряд. Хюрем Султан. И будет фотографироваться. Не знаю, кто будет фотографировать, я или специально обученный человек. Сейчас все узнаем. Наверное? Да, наверное. Там и вверх до конца. Вон, видишь, Тахт, Истамбул. Т считается Тахт или нет? Да. Вот, смотрите. Девушки красивые там. На таком фоне босфорском. А там выдают наряды? Выдают наряды, да. Все, ребята, здесь на одном из верхних этажей начинается вот эта сказка для любительниц Инстаграма. Вот. Ресепшн, Тахт, Истамбул. Давай сейчас будем выяснять. Здравствуйте, Мираба. По-русски говорите, да? Говорю. А можно снимать? Снимать. Ну, в общем-то, все здесь для этого. Ладно, все, вас не буду. Заплатили мы 690 лир. Светлана будет у нас сниматься в стиле хюрем-султан, хюрем-стайл. Света, давай сумочку. Да. Вот, смотрите, здесь какой ассортимент. Вау. Там вот мужские наряды, здесь женские. Алиса выбрала мне вот такое платье, да, Алиса? Да, да. Она говорит, что это как у хюрем-султана. Потому что у нее тоже были такие рукава. Очень тяжелое, кстати, платье. Как и на носу. А где мне переодеваться? Сейчас помогут тебе. А корона? Мне корона еще нужна. Сейчас тебе все наденут. Здесь кабинки для переодевания. Ну, а здесь, друзья мои, короны. Короны разных размеров. Диадемы. Как их называть? Алиса, какая тебе понравилась? Какую мама наденет на себя? Вот эту большую? Ну, сейчас посмотрим. Мамочка. Он так красивый. Вот эту давай, вот эту. Я хочу эту для тебя. Хюрем, ой, Светлана. Я что-то начал путать. Так. Света, без пяти минут хюрем. Поясочком. Замотали. Ой, какое красивое платье. Теперь корона. А почему здесь так видно, а здесь не видно? Сейчас, сейчас. Не разминись, что ли. Так. Я же говорил, мама. Если хотите, хотите другие есть, маленькие? Просто маленькие или там, а потом... Нет. Нет, нам большая, нам макарова. Осторожно. Нас дальше не пускают. Света пошла одна на фотосессию. А мы с Алисой... Алису тоже не пустили, она расстроилась. Так. Опа. А мы с Алисой будем здесь сидеть, ожидать маму. О, тут тоже прикольно. Тут вроде как напитки бесплатные. Сейчас будем пить кофе и сок. Ну вот мы с Алисой в зале ожидания. Алиска пьет вишневый напиток. У меня чаек. А у нас с Алисой на двоих. Вот такой шикарный вид на Босфор. Красиво, ребятушки. Тут даже спору никакого нет. Вот как раз и в этом районе расположены все эти ресторанчики с прекрасным видом на Стамбул, на его европейскую часть. Вот в одном из них, где-то вот там, мы ели в прошлый раз. Так, ребята, охрана открыла окошечки. Чтоб мы могли поснимать не через стекло, а так вживую, так сказать, эту панорамку. Класс, ребята, здорово. Здесь какой-то хлам. Какие-то эти поддоны деревянные. Вот там интересно, вот обратите внимание, парковка прямо на крыше четырехэтажного здания. Интересно. Кстати, здесь... О, Алиса. Из соседнего окошечка высовывается. Здесь половина персонала разговаривает на русском языке русские. Неплохой у них такой бизнес, скажу я вам. Если одна фотосессия стоит минимум 700 лир. А людей на ресепшене стоит, хоть отбавляя целую очередь. Молодцы. Замутили отличный бизнес, пользуясь вот просто тем, что дает Стамбул бесплатно всем. Ну, Света, рассказывай нам во всех подробностях, что с тобой происходило там наверху, куда нас не пустили. Ну, в общем, надела я костюм, наверх поднялась. Там небольшая очередь, показала свой билет. И, в принципе, сразу уже сфотографировали. Света, извини, сирийский мальчик подошел. Нет, прости. Там несколько фотографов. То есть каждый отвечает за свою локацию, площадку. Извините, сейчас мы продолжим интервью со Светой, потому что там то по прошайке подходят, то машины гудят. Ну, в общем, из всех предложенных площадок я выбрала две. Вот эти турецкие, где на фоне Стамбула и, значит, на таком диване в стиле султана Сулеймана. Была там еще какая-то розовая локация для девочек с медведем, с большим розовым. Ну, это к моему костюму, к моему образу, конечно, не подходило. Все быстро, на каждого клиента выделяется, ну, минуты три, наверное. Они так интересно фотографируют еще, кстати. Я заметила, они поворачивают айфон, то есть камера вниз. И как-то вот так вот. Что-то так вот делаю с рукой зачем-то. А, ну, все подсказывает, куда смотреть, как положить руки. В общем, я довольна. Я довольна. Мне, во-первых, это очень платье понравилось, красное. Мне даже не хотелось его снимать. И корона сразу, как влетая, тоже и корону снимать не хотелось. Ну, в общем, и, кстати, виды, виды там шикарные. Просто это все за стеклом находится. Да, вот я хотел, кстати, спросить, стекло? Да, там такое панорамное стекло, то есть там тепло, все, как бы нет никакого ветра. И шикарный вид на Стамбул. И чайки там действительно летают все-таки. Ну, вот если в два раза больше заплатишь, то снимают уже не на твой телефон, а снимают на профессиональную камеру. И птичек там не было, птички это фотошоп. Ну, наверняка, мне кажется, что есть где-то другие площадки, которые на улице, там, где этих чая прикармливают рыбой. И они там все-таки летают. Ну, видимо, это не эта площадка. Ну, да. Ну, да, тут нам сказали, что если на профессиональную камеру, то фотошопом рисуют там тебе. Ну, и там везде вот эти софиты горят, так слепят. В общем, хорошее такое, получается, изображение даже на свой телефон. Наверняка будут какие-то классные входки, я уверена. Ну что, ребята, напоминаю, что если вы собрались куда-то в путешествии и покупаете туры через Травелату, пользуйтесь промокодами от канала «Три билета». Скидка никогда никому не мешала. Итак, вы смотрели очередную серию про наши приключения в Стамбуле. Подписывайтесь, ставьте лайки. И ждите совсем скоро следующая серия. Будет очень интересно, я уверен. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok